Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. Как всегда, мы говорим о самых важных событиях, о проблемах, об успехах, которые касаются городского округа Люберцы. Всех жителей, и не только этого городского округа, а всех гостей, всех, кто здесь бывает. Сегодня у нас в гостях в студии «Открытого диалога» Владимир Андреевич Беловодский, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Здравствуйте, Владимир Андреевич. Здравствуйте. Что-то вот складывается в последнее время впечатление, что «Единая Россия» стала меньше общаться с людьми. Это ошибочное мнение? Я имею в виду выступать по телевидению, проводить какие-то брифинги, пресс-конференции. Вроде бы как работа идет, но как-то мало кто о ней знает. Ну, в СМИ мы везде выступаем вообще-то. Ну, как-то тише стало. Ну, скорее всего, не тише, а целенаправленно. А! Целенаправленно стали. Если раньше был исполком партии, да, были какие-то определенные мероприятия проходили, то сейчас уже на февральском конференции был упразднен исполком партии. Теперь у нас не руководитель исполкома, а секретарь, исполнительный секретарь местного отделения. И работа поставлена уже конкретно по конкретным федеральным проектам. Ну, вот тут возникает сразу же вопрос, потому что партийное строительство подразумевает, что если партия существует, а если их существует несколько, должна быть какая-то здоровая конкуренция в обществе, правильно? А для того, чтобы конкуренция была по-настоящему, настоящей такой, иногда жесткой, иногда мягкой, тем не менее, каждая партия должна себе, что называется, кричать. Потому что рано или поздно будут выборы. И одно дело, вот вы говорите, целенаправленные какие-то вещи, но, возможно, о них кто-то даже и не слышал, и не знает. То есть работа идет, но как-то о ней, может быть, меньше рассказывают. А некоторые партии, наоборот, может быть, делают меньше, зато рассказывают в два раза больше. Да, это есть такое. Но у нас такой цели нет, кричать на каждом углу. У нас поставлена конкретная задача, это конкретные дела. И основная опора у нас, это, естественно, как вы сказали, партия для того существует, чтобы сначала привести к власти людей, представителей партии. И вторая задача – удержать их. А удержать их может только с помощью конкретных дел. Вот у нас фракция есть в Совете депутатов, 22 человека. Они очень активно работают у нас, известные всем депутаты. Проводят конкретные дела в своем округе, и по ним можно будет судить уже и конкретные партии. Но если немножко о местном отделении так напомнить, наше местное отделение состоит из 136 первичных партийных отделений. Руководит или секретарь местного отделения Ружицкий Владимир Петрович, глава городского округа. У нас имеется полицейский местный отделение, 20 человек. Поэтому армия такая вот большая. Солидная. Ну, количество, по количеству членов партии у нас около 3500 членов партии, и 1500 – это сторонников партии. А что значит сторонник партии? Значок у него какой-то есть просто? Значка у него нет. У нас сейчас принято решение не напрямую принимать в партию. Человек приходит, заявление пишет раньше, и его рассматривали заявление на прием партии. Сейчас человек пишет в сторонники, полгода он является сторонником, мы смотрим на него, он смотрит на наши конкретные дела. Вдруг ему не понравится, или вам не понравится. И в итоге через полгода он принимает решение. Или вступать в партию, или быть просто сторонником, или вообще выйти из сторонника. Ну да, было в КПСС как КПСС. КПСС был такой, год там был. У нас полгода. И по истечению этого срока человек принимает конкретное решение. А приходят сейчас, записываются в партию? Значит, я скажу, что за год, за год, больше 130 человек вступило в партию уже. Ну а если сравнивать с другими годами, больше, меньше или столько же примерно? Ну, с другими годами как-то вот сравнивать... Ну, то есть меньше пришло? Да нет, я не сказал бы, что меньше пришло. Мы не всех просто и принимаем в партию. А, ну то есть, не всех принимаем. Где-то количество приблизительно равно. 150-100 человек, но не менее. Потому что у нас не только, скажем, пополнение партии идет, но и идет, как бы, не то что сокращение партии. Некоторые выходят. Некоторые переезжают в другие регионы. Хорошо, выходят, потому что переезжают, а есть, которые выходят по... Переезжают. Некоторые по смерти, я скажу. Есть некоторые выходят, да, единицы, которые выходят по политическим каким-то мотивам. Это в основном те ребята, которых мы, скажем, не выдвигаем, депутаты, да, и они пытаются идти. А им хочется? А от других партий они хочется идти. Вот, но, как правило, это у них... Ну, наверное, что-то подобное есть в любых партиях, да, как говорится. Другое дело, что вы же по-прежнему остаетесь партией власти, как это принято называть в средствах массовой информации. И логика подсказывает, что так всегда было, особенно в нашей стране, что если ты хочешь хорошо устроиться, и у тебя есть возможность, иди и становись членом партии «Единая Россия». С такими мыслями в основном приходят новые партийцы? Ну, с мыслями разными приходят. Есть те, которые ребята хотят посвятить свою жизнь политике. У них есть перспектива быть депутатом, работать в административных обраках, в организациях, да, быть муниципальным служащим. То есть есть конкретная вот такая заточка человека, который будет заниматься непосредственно политикой. Есть приходят действительно те, которые тоже намерены где-то в государственных органах работать. Да, есть такая вот как бы... Засветиться. Она не гласная, что ли, позиция, аж да. Если я в партии, значит, я чего-то там должен, где-то чего-то. Хотя она ошибочная. Почему? Потому что все решает его личные качества. Даже если ты в партии, мы видим, что, к сожалению, в нашей партии есть люди, которые как бы дискредитируют себя. И это больно отражается на нас. Вы правильно сказали, что действительно партия власти, но иногда те люди, даже, которые имеют и высокие посты, мы всех видим, да, иногда позорят нашу партию просто-напросто. А это отражается на нас. Мы здесь на низах стараемся работать полотною с населением. А вы, кстати, можете повлиять на людей через всю партию, да, партия довольно большая по всей стране, на какие-то неправильные поступки? Как местное отделение вы можете с чем-то не согласиться, написать какое-то письмо, как говорится, наверх, куда-то сказать, что мы не согласны, не хотим, да? Или вы исполняете все, как говорится... Нет, ну, одно дело исполнять устав в партии, другое дело какие-то определенные решения или какие-то нам, скажем, спускают сверху, да? Вот, ребята, посмотрите, вот этот вопрос, вот этот вопрос, как он пойдет, не пойдет? То есть совет все-таки идет, потому что без совета никак. Просто вводить тупо, да, сверху, вот приказом, вот это, вот это, вот это, это же можно и ошибиться-то, правильно? Я просто к чему... Поэтому здесь мы и советуемся, и с народом советуемся. Вот яркий пример, да, городская среда есть такая, да, федеральная. У нас сейчас уже так принято, уже пошло, наладили эту работу, что без населения, без тех людей, которые живут, скажем, в микрорайоне или в определенном дворе, где будет реконструкция, идти по благоустройству, уже не проходит просто чисто командным. Вот мы будем делать вот это, вот это. Собираются люди. Вот и Кахан Игорь Валерьевич, наш депутат областной, часто участвует в этих мероприятиях, он проводит, собирается актив, смотрят, что здесь надо, как здесь надо. И мы затачиваем и наших членов партии, и секретарей на то, чтобы в своих микрорайонах, где они живут, они были хозяева. И смотрели. Потому что, ну, не все борсовестно выполняют свои работы, да? И они зачастую звонят Владимиру Андреевичу, вот так вот и так, вот здесь проводятся такие работы, они неправильно, они здесь вырубили, это самое, кустарник или что-то, это постоянно идут звонки такие, вот, все. И мы на это реагируем. Благо, нам легко реагировать, потому что, ну, в основном на руководящих постах таких вот, все-таки наши члены партии, и они прислушиваются к нам и выполняют. Вот тут возникает такой вопрос, есть такое понятие, опять же, если говорим о партийном строительстве лоббизм, да? Наверное, плох тот депутат, плох тот политик, если он хочет быть, да? Да. Перейти здесь с роли депутата на роль политика, если он не лоббирует интересы партии, интересы каких-то, может быть, фракций внутри партии, они наверняка тоже существуют. Ну, кто-то с кем-то дружит больше. И, например, условно говорят, да, вот, хотим построить дом. Жители соседних домов против, но находим жителей, которых каким-то образом делаем, что они за, и получается, что вроде бы тоже жители того же дома говорят, что нет, мы не против, мы за. И получается, что депутат работает хорошо, интересы жителей, так сказать, соблюдены, в то же время он решает свои лоббистские проблемы. Такие варианты возможны? Ну, никто от этого не застрахован, естественно. Могут быть и такие. Я вам больше скажу, что часто, когда принимается решение, скажем, во дворе благоустройства, одни хотят лавочки, другие не хотят лавочки. И приходится здесь проходить к какому-то консенсусу. Пол лавочки поставить. Да, не то, что, а просто консенсус. Кто, большинство, какие в доме, за какие-то мероприятия, там тоже проходит голосование. Ну, просто как вот сделать так, чтобы люди понимали, что... Я к чему просто веду. Зачастую, и не только, кстати, касается партии «Единая Россия», отношение к депутатам, и не только в городском округе Люберцы, в последнее время такое, что депутаты решают чаще всего свои вопросы. Может быть, потому что депутаты, опять же, нечасто рассказывают о том, что они сделали, что им удалось на конкретном своем участке отчитаться. Ну, как-то прячутся за делами или действительно ничего не делают. Такие же депутаты тоже, наверное, есть. Ну, да. Но отчасти вот это отношение к депутатам порождено самими депутатами. И люди зачастую не только не верят в том, что эта лавочка здесь действительно поможет им, или этот дом им поможет решить какие-то проблемы. Вот, может быть, нарушена схема работы с местным населением? Вот как у партии «Единая Россия» на сегодняшний день, какая схема существует? Ну, у нас схема, она отработанная. Есть у нас общественно-приемная, которая находится на Кирово-22, который принимает и депутаты, начиная от Государственной думы. Лидия Николаевна Антонова раз в месяц проводит. Два депутата областных наших, Кахана Игоря Валерьевича и Дениско. Также принимают наши местные депутаты. Ну, и члены полицовета. Это в нашей приемной. Список можно посмотреть на сайте? Список можно посмотреть и на сайте. Мы публикуем в газете. И у нас специалисты, это юрист принимает бесплатные консультации. Потребность очень большая, потому что очень дорогая. То есть это настоящая бесплатная консультация? Не то, что нам по телефону предлагают. Нет, бесплатная, юридическая. Причем приходят с такими талмутами. Люди хотят разобраться в этом деле. Идти к платным – это не по карману. И принимает у нас Мартынова Ирина Петровна. Это руководитель нашей социальной службы. И другие принимают. Мы сейчас немножко перестраиваем прием нашей приемной. Мы будем делать его теперь и выездным. У нас есть 8 округов избирательных. И не все люди могут, скажем, с Акчевского, с Малахова. Да, просто приехать здесь. И по времени, может быть, как-то не совпадает. Поэтому мы будем делать это выездные приемные. Это на места, где принимают наши депутаты. Есть график еще депутатов приема. Мы его контролируем. Смотрим его. Кто принимает, кто не принимает. Есть созданы карточки специальные, которые они заполняют. Поэтому у нас вот эта связь депутатов с народом стоит под контролем. Ну и такой инструмент, как фракция партии «Единая Россия», которую 22 человека насчитывают депутатов. Шлопак Александр Леонидович, руководитель этой фракции. Каждый месяц депутаты отчитываются, как они работают. А это видно и по сетям. Мы их, ну, как бы, так и заставляем. Если вы работаете, пожалуйста, покажите. Покажите, да, что вы сделали. Сделаем небольшую паузу. И о том, что сделали, вернемся в студию программы «Открытый диалог» через некоторое время. Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко. У нас в гостях сегодня Владимир Андреевич Беловодский, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия». Вторая часть нашей беседы. Начнем мы ее еще с такого философского вопроса, а потом уже давайте конкретно по делам пройдемся. Поможем партии «Единая Россия» все-таки рассказать о себе. Может быть, не везде удается донести эту информацию. Вот вы говорите, мы контролируем депутатов. Все время называете цифру 22 депутата. Но логика подсказывает, что если партия контролирует своих депутатов, значит, она ожидает что-то такого от своих депутатов нехорошего. Что они где-то что-то не сделают, чего-то прозевают. Или просто не очень хорошие депутаты. Это так? Нет, это совершенно не так. То есть, когда вы хорошие 22 депутата, они просто хорошо работают. Контроль – это чисто с хорошей точки зрения идет. Потому что мы подсказываем. Какие-то появляются новые у нас мероприятия, новые. Новые вводные из областного нашего отделения. Что-то нам советуют там провести. Поэтому мы ими подсказываем, что. И мы видим, что удается нам, что не удается. Какие-то мероприятия, может быть, и слабые, которые не доносятся до народа. Поэтому мы корректируем их немножечко работу здесь. И подсказываем, как им дальше работать. Потому что, ну, не каждый же собирался быть депутатом, да? А для того, чтобы быть депутатом, надо знать, во какой объем. Из 22 депутатов, ну, без фамилий, конечно, были случаи, когда вам, вот, как исполнительному секретарю, показалось, что, ну, есть люди, которые не очень хорошо выполняют свою работу. И приходится прямо вот за них, всему исполнительному комитету трудиться. Ну, есть и такие люди, которые у нас слабо работали. И это вот, когда была у нас такая вот начало нашей работы, работа в соцсетях, действительно, показывать. Потому что, ну, некоторые работают, а просто не показывают себя. А надо, извините меня, с точки зрения хорошего, и показывать себя. Пиара, как сейчас говорят, да. Ну, да, как пиара. Есть некоторые, которые просто слабенько работали. Я не знаю, зачем они тогда пошли в депутаты, если у них там работа. То есть их приходится тянуть за собой? Приходится, приходится некоторых, да, тянуть. Ну, как в жизни. И мы будем уже рассматривать на следующие выборы, уже по конкретным делам судить. И будем уже выставлять нашу команду с учетом того, что сделано. И с учетом того, как отзывается население о своих депутатах. Потому что есть обратная связь. Некоторые просто избиратели звонят, вот так вот и так вот, вы знаете, а у нас вот нету там, не было приема и все остальное. И мы сразу реагируем. Поэтому здесь и контроль, и реакция. Потому что без этого никак нельзя. А уже началась подготовка к выборам? Она не прекращалась. Ну, я имею в виду, уже такая финальная стадия. Она идет, постоянно идет подготовка. Претендентов много будет? Я думаю, да. По всем будете выставить? Я думаю, да. Сейчас очень большая заинтересованность молодежи. Молодежь приходит. Вот. И она будет здесь стараться все. Но у нас помимо того, что мы выставляем команду, мы имеем право выставлять команду от членов партии, от сторонников. И даже мы можем выставлять беспартийных и не сторонников. Мы имеем право выставлять. Которые просто так. Которые активны, все, ну, сочувствующие, скажем так. Как раньше говорили, ручкаются друг с дружкой, да? Ну да. Поэтому так. Если у нас молодая гвардия Единой России, это молодежное звено, которое сейчас очень активно работает. Кстати, на прошедших выборах, которые были в различных регионах страны, многие обратили внимание, что проходили не по партийному, так сказать, направлению, а просто как самовыдвиженцы. Причем многие даже члены партии Единая Россия. Означает ли это то, что люди, которые даже имеют отношение к партии, почему-то стесняются выходить под знаменем партии Единая Россия? А выходит, как Иван Иванович Иванов. Ну, есть такие субъекты, я не буду их называть, субъекты Российской Федерации, где вот такое решение принято. Но у нас четкое такое понимание есть у губернатора Андрея Воробьева и нашего руководства партии. Это Антонова Лидия Николаевна, секретарь регионального отделения партии. Здесь у нас четкое понимание есть, что если мы не будем выставлять ребят от партии, значит мы или не работаем, или нам не доверяет. То есть нет такой партии, как мы, перефразируя Ленина, сказать. Нет, естественно. Ну, для вашего понимания, что у нас ежеквартально проходит рейтинг доверия к партии. Это проводят социологические службы с области. Но я скажу, у нас неплохой рейтинг, где-то 38% доверия. То есть есть время еще до 50 довести? Ну, до 50 я не знаю, у нас различные люди, и вы понимаете, в каждом своей могут быть проблемы, а виноватый, как всегда, кто? А праймерис будет у вас? Обязательно. Это записано в уставе. Мы посмотрим, у нас 32 депутата. Это не менее 2-3 человек на одно место будет праймерис. Не менее. Более, 5-6-7 может быть, но не менее 2-х человек. Поэтому конкуренция такая будет большая. Давайте теперь поговорим, в финале еще будет пару у меня вопросов про выборы. А сейчас поговорим конкретно о том, что сейчас сделано, какие партийные проекты реализованы, и насколько они повлияли на, ну, скажем так, социальную составляющую этих проектов на сегодняшний день. Чтобы люди знали, чем занимается партия «Единая Россия». Да, я уже обозначил, что у нас 15 проектов. Из них 14 федеральных, и один у нас местный проект такой по обучению молодежи политики. Потому что, ну, есть университеты, есть какие-то техникумы, и все. Но вот, а как стать депутатом, и что такое, скажем, муниципалитет, да, городского округа любится, с чего он состоит, какая у вас структура, все. Это, может, никто не учит. Ну, да. Ну, может быть, вузы где-то учат. Поэтому у нас есть такой проект, на который приходят наши депутаты областные, и это, и проводят эту работу конкретную с молодежью. И им интересно, очень интересно знать. Вопросов очень много задают. Что касается федеральных проектов, то они очень все важные, и в нас все они реализуются полностью. Ну, кроме одного проекта, который есть федеральный, это сельское село. Ну, у нас нету его такого просто, поэтому у нас такого проекта нет. Ну, хорошо у нас реализуется проект «Безопасные дороги». Так. «Безопасные дороги» здесь включается что? Это отдел пропаганды ГИБДД, это наше управление дорог, администрации, это управление образования, ну, это молодая гвардия и местное отделение партии «Единая Россия». Образует такую вот команду, которые проводят вот эту вот работу, благодаря которой сейчас вот за этот год и прошлый год снижается детский травматизм. Мероприятия самые-самые различные. Вот мы проводили здесь и слет юных инспекторов дорожного движения. Здесь администрация хорошо поработала и вручила самым лучшим инспекторам и велосипеды, ценные подарки, ну, от партии тоже были подарки, все, провели такое мощное, хорошее мероприятие. А повседневно мы проводим выезд из ГИБДД, это и по пешеходным дорогам, как переходят дети. Да, вопрос сразу же. Едешь по городскому округу Люберцы, знаки как-то очень так быстро меняются. 60, потом 40, 20, потом раз 50 неожиданно какой-то знак появляется. На мой взгляд, не очень хватает логики иногда. То есть, либо мы едем как-то 60 от светофора до светофора, либо мы 50, либо 40. То есть, какое-то есть ощущение неразберихи. Потом, когда пробки, ну, вы знаете, прекрасно они существуют, возможно, тоже это происходит. Сейчас вот МВД заявило о том, что хочет все-таки предложить сократить плюс 20 до плюс 10, я имею в виду, к знаку прибавлять. Вот насколько работа со знаками, со светофорами и с пешеходными переходами, вы можете повлиять на этот вопрос? Может прийти человек и сказать, вы знаете, у нас какой-то странный знак стоит. Вот, ну, мы или не успеваем перейти, или нарисуйте нам еще одну зебру. Периодически проводится комитет в администрации, где участвуют и общественники, и ГИБДД, и работники администрации, где обсуждаются данные проекты. Некоторые идут очень тяжело. Я думаю, мы обратимся и к нашим жителям. Если есть какие-то действительно безумные такие знаки, где стоят они, или есть какое-то предложение, просто обратиться в нашу даже общественную приемную. У нас телефон 8-495-503-55-36, или обратиться непосредственно на улицу Кирова, 22, в общественную приемную. Мы будем рассматривать эти дела. Да, действительно, такое есть, и мы должны влиять на это. Что на сегодняшний день самое главное в ваших делах стоит у депутатов, представителей партии «Единая Россия»? Ну, сейчас самое главное, я уже сказал, это выполнение наших партийных проектов. Вот хорошо у нас пошел еще проект «Городская среда». Хорошо нам и Кахан Игорь Валерьевич помогает все-таки переустроить так хорошо парк и центральный, и отремонтировать. И второе, мы голосование проводили по линии партии, все, какую улицу и где нам сделать зону. Вот эта улица «Звуковая» тоже попала в областную программу. То есть это и денег больше, возможности больше? И денег больше, естественно. Ну, я скажу честно, по секрету, так что ли, все-таки наш губернатор смотрит, как работает и администрация, глава, и как, на каком счету находится и партия. Потому что я говорю, если партия на хорошем счету, она конкретными делами занимается, тогда не жалко давать сюда и деньги. А на каком счету партии «Единая Россия» и ее отделение находятся в городском околюберце по отношению ко всем? Ну, за прошлый год мы занимали четвертое место, сейчас мы с тройки, с четверки не выходим. А на первом кто? Ну, на первом месте меняется. Ну, мы за этот, за прошлый год, за прошлый месяц мы были на первом месте. А так есть у нас конкуренты. Это и Реутов, это и Химки. Солидные такие городские округа, с которыми мы сочетаемся. Идет соревнования. И последний вопрос. Опять же, возвращаясь к выборам, которые прошли в некоторых регионах, в том числе в Московскую Думу, явка. Вот было ощущение, что люди как-то не очень верят в самых маленьких депутатов. Уж простите, я так скажу, первый уровень. При всем, при том, что всякие политические интриги здесь происходили в разных направлениях, но все равно явка была маленькая. Нужны ли сегодня тогда депутаты такого уровня? Придут ли люди на выборы, хотя бы, чтобы за 50% ушла цифра, или не придут? Я думаю, люди придут, потому что в Люберцах люди очень порядочные. И они очень следят и контролируют за работой и администрации, и наших депутатов. Они не безразличны. То есть они не дадут вам расслабиться? Они не дадут вам расслабиться. Ну и мы поставили свою работу таким образом, чтобы в каждом микрорайоне, в каждом дворе все было бы обустроено. Если посмотреть 10 лет назад, что было, и сейчас, разница большая, очень большая. Но люди еще хотят лучше жить. Но люди всегда хотят лучше жить. Поэтому я думаю, что большинство людей, это активная масса, которая обязательно придет на выборы. Которые, как известно... И будут, конечно, выдвигать своих кандидатов. Которых вы сейчас будете им в хорошем смысле слова предлагать. И, возможно, вам удастся победить с этим количеством кандидатов на следующих выборах. Но другие партии тоже не спят и тоже занимаются предвыборными делами. Мы только за то, чтобы они, партии, остальные, тоже подтягивались и проводили конкретную работу. А то так получается, что даже Владимира Ильича Ленина, всегда наши молодогвардейцы там и марафет наводят, и моют памятник. Все. Я предлагал нашим коммунистам. Давайте вместе. На субботник выйдем. Как Лен выходил. Давайте вот это сделаем. Давайте все вместе. Несмотря на какие это все. Может, им просто памятник не нравится. Ну, я не знаю. Поэтому я призываю все партии работать. Да, это не самое главное, помыть памятник Ленина. Главное, чтобы жителям городского округа Люберца было хорошо. По большому счету, наверное, это зависит не только от какой-то одной конкретной партии, а от тех всех депутатов, которые представляют Совет депутатов городского округа Люберца. Большое вам спасибо. Это был Владимир Андреевич Беловодский, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» за откровенные ответы на наши вопросы. Это была программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивененко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова